Добрый вечер, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. В этой большой студии очень уважаемого канала Первомедицинского в Содружестве с телеканалом Доктор мы проводим интересную передачу, которая будет точно хитом как в прямом эфире, так и в архивах, я более чем уверен. Тема, посвященная пациента ориентировости. Причем это 2О, запомните. Я все время путаю, оказывается, 2О. Позволю вам представить наших собеседников, и на самом деле это будут основные сегодня докладчики или спикеры, или как хотите, это люди, которые имеют колоссальный опыт в реорганизации и в таком изменении парадигмы отношения к пациенту в нашем московском отечественном здравоохранении. Давайте начнем тогда с Алексея Сергеевича Токарева, главный врач ведущего института, в котором можно поступить без экзаменов, не из Клифосовского. Анна Владимировна Хасимова, вы знаете, человек, который знает и рассказывает, и правильно учит, как быть пациента ориентированным. Уважаемый Денис Николаевич Проценко, вы прекрасно знаете нашего ведущего, анастезиолога-герматолога города Москвы, и при этом большого административного работника, который руководит крупнейшим стационаром города Москва, больницы именно Юдина, которая входит, наверное, где-то сейчас в тройку крупнейших ведущих учреждений города Москва. Или даже, может быть, побольше. А слева, соответственно, мой большой друг и товарищ по хирургическому полю, это Денис Александрович Мазуренко, вы все прекрасно знаете. Денис Александрович начал свою карьеру в ведущем государственном учреждении, которое одно из первых показало изменения в пациент-ориентированном отношении. И затем он стал совмещать работу в государственной службе с большим частным медицинским бизнесом, и, соответственно, он имеет знания и по эту сторону, и по ту сторону. Коллеги, прошу любить и жаловать, мы ждем ваши вопросы. Напоминаю, что все это в прямом эфире, вы можете сразу задавать. Первый вопрос, который я хотел бы сегодня озвучить. Денис Александрович, вот вы анестезиолог-реаниматолог. Ну, больше ли анестезиолог, больше ли анестезиолог, обыватель очень сложно понять. И эта специальность, наверное, наиболее, так скажем, сложно корректируема по пациент-ориентированности. Вы работаете всегда на благо пациента, но он даже иногда не понимает, почему вы это делаете. Потому что вы работаете самыми тяжелыми пациентами, это анестезиология. То есть обыватель не знает, что с ним происходит, но вы по правде работаете для пациента. Ваше мировоззрение было создано именно, как мне кажется, вашей профессией. И потом такой интересный сдвиг в карьере, который вас ставит на большую административную позицию, которая главный врач крупного стационара. Это очень много других обязанностей, каких-то взаимоотношений с коллективом. И очень много, в том числе, общений с пациентами, семи пациентов. Что для вас больше всего было разительного при изменении статуса? Зашорено слово пациент-ориентированность, если честно. Мне кажется, это вот... Есть два слова, которые бы я из современной клинической медицины абсолютно откровенно говорю выбросил. Я бы выбросил слово пациент-ориентированность, оно испорчено. Оно сейчас не несет того смысла, которому нас учат, что нужно делать. И второе, это мультидисциплинарность. Почему я так говорю? Потому что все очень много говорят. А когда ты приходишь в эту клинику, ты видишь, начинается с агрессивного охранника, дайте ваш документ, вы куда идете, ну и так далее. Поэтому, мне кажется, вы сказали очень правильную вещь. То, что мы делаем, мы меняем парадигму, парадигму внутри себя. Если в 90-х годах в больнице в основе был лечебный процесс, а все остальное были некие добавочные вещи, пациент, которого мы лечили, еще что-то, то сейчас меняется парадигма. В основе пациента, лечебный процесс, и люди, обеспечивающие этот лечебный процесс, это все-таки вторые скрипки. Мы стали уходить от патернализма. Я врач, я лучше вас знаю, мне ничего не надо объяснять. Это вот то, наверное, что я в себе старался поломать, и ломаю каждый день. Ну, потому что я, в общем, был воспитан и обучен именно в этой парадигме. Как и все мы, на самом деле. Это то, что я делаю каждый день. До эфира мы с Алексеем Сергеевичем, собственно, обсудили начало и вообще модель этой передачи. Мы сказали, что мы вот все здесь сидящие, и вы, кстати, по тем сторонам экрана, мы выросли в системе, назовите советского здравоохранения, назовите отечественного здравоохранения, когда я царь, я бог, я врач, а вы все вокруг тут пациенты, вокруг меня существуете, и я вот не зайду, бога избранный, и вас, возможно, вылечу, а вас, возможно, нет. Не из Клифосовского учреждения, которое носит колоссальную, большую значимость для московского и вообще российского здравоохранения, и, к сожалению, опять же, пациенты туда попадают не потому, что они захотели. У вас же поступление плановое, госпитализация, это есть, конечно, да, но основной какой-то вот паттерн у вас был emergency. И в emergency очень сложно менять вот эту всю систему неправильного слова пациентно-ориентированности. А как вы пришли, и вообще как возможно было это сделать в таком большом учреждении, которое уже сколько лет существует в таком режиме? Ну, учреждение, на самом деле, если вспоминать традиции странно-проименного дома и традиции основателя графа Шереметьева и Прасковья Жемчугова, и дворовой актрисы, и его жены, ну, всем известным из альянс их брак, но, тем не менее, плодом брака помимо ребенка было еще и создание, собственно говоря, странно-приимного дома, института Склифосовского, который является учреждением для сирых и убогих, для всех страждущих, да, если раскрепить... Что-то изменилось? Ничего не изменилось, на самом деле. То есть к нам поступают пациенты совершенно разного социального статуса, совершенно в разном состоянии. Вот вы очень часто говорят про emergency, да, и о том, что институт именно это emergency направление. Но это и вообще представление об институте является, что институт это некий такой, некое такое учреждение, которое в обычном состоянии пребывает в мирное время, назовем это так, в неком режиме стендбай, да, ожидает, вот чего-то ожидает, а потом, когда происходит катастрофа какая-то или, не дай бог, какое-то что-то происходит, оно раз, включается и начинает работать. Но это далеко не так, оно живет каждый день, и каждый день решает определенные задачи, определенные проблемы, которые мы не видим, и я считаю, что это главная заслуга института, быть незаметным именно в мирное время, да, и при этом сохранять компетенции и возможности включаться в случае каких-то сложных ситуаций. Естественно, мы начали достаточно сложный процесс, он заключается в первую очередь с изменения себя, и во вторую очередь он, естественно, начинается с самого начала. Началом является приемное отделение. То, как мы вот с вами заходим в любое учреждение, это неважно, это может быть не медицинское учреждение, мы проходим парковку, мы обращаемся в какую-то организацию, то, с чего мы начинаем, то есть мы встречаемся с какими-то некими людьми условными, которые нас принимают, да. Здесь нужно понимать, что человек, который поступает именно в наше учреждение, он поступает в определенном состоянии, если мы говорим о экстренной госпитализации, то есть это, как правило, человек с какой-то, с какой-то катастрофой, назовем это так. То есть у него что-то случилось. Естественно, он изначально выбит из неких рамок привычного существования, и поведение этого человека, оно зачастую является нетипичным от его обычного состояния. Естественно, он пытается привести свое поведение к тому состоянию, в которое он бы хотел снова оказаться, и пережить некий этот шок, да. Ему на этом требуется время, а времени у него, как правило, этого нет. Да, и он попадает в это состояние, быстро попадает в приемное отделение. И вот как раз приемное отделение должно решить эти задачи, да, и создать такие условия, чтобы человек пришел в нормальное состояние, да, чтобы он осознал, что у него что-то случилось, но впереди есть некая дорога, да, которую он сможет нормально пройти, и в конце, ну, возможно, он добьется с большей долей вероятности какого-то успеха, да. То есть эта задача, в первую очередь, решается с этапа приемного отделения. И здесь было очень сложно перестроиться, потому что, естественно, у персонала и вообще у самой системы оказания помощи, как уже Денис Николаевич правильно заметил, в принципе, нет понимания, что нужно именно человеку помочь, да, а есть понимание, что, ну, привезли нечто или некто, кого-то, да, какой-то случай, этот случай нужно быстро сделать то-то, то-то, на любой вопрос говорить, что вы тут эти какие-то вопросы задаете, мы сами знаем, мы здесь врачи, мы сами знаем, как в этой ситуации поступать, вы лежите, молчите, а чего молчать? Вы все равно лежите, молчите, мы вас отвезем, привезем, и часов через 5, 6, 7, 8, что-нибудь вам расскажем. Хотя иногда ситуация банальная, абсолютно человеку, там, ответить 5, ну, потратить 1-2 минуты на разговор, и человек поймет, что с ним происходит. Я уж не говорю об элементарных вещах в виде «здравствуйте», и просто представиться человеку, чтобы он понимал, с кем он общается, а не так, когда ты ему задаешь вопрос, ну, вами кто занимается, что у вас происходит, ну, вот та симпатичная молодая девушка, шатенка в юбке белого цвета. Ой, я знаю, кстати. Да. То есть, и самое главное, это изменение сознания, да, и готовность меняться, потому что понятно, что все очень пластичное, да, и готовности меняться, вот придя в это, можно сделать ремонт. Мы начали модернизацию первым делом, да, вот приемное отделение, можно сделать ремонт, можно поменять оборудование, насытить и перенасытить оборудованием, можно иметь великолепность. Как в старом анекдоте, да, можно поменять койки, но что-то не изменилось. Да, но вот проблемы общения с людьми и разговора с людьми, и попыток взаимодействовать, я бы тоже не называл это пациент-ориентированность, а именно взаимодействие с человеком для того, чтобы он чувствовал себя человеком, находясь в каком-то лечебном учреждении. Вот это сложный момент. Алексей Сергеевич, самый главный вопрос для меня. Я очень рад, что из уст ведущего административного работника и врача ведущего учреждения московского звучат совершенно логичные, правильные, совершенно созвучные мне и нашим коллегам мысли. Скажите, пожалуйста, а вот мы же с вами родились и начали работать, получать нашу карьеру, все одинаково, а вы сейчас говорите вещи, которые некоторым сложно понимать. Вы их как-то из души, они пришли к вам, опыт или вас научили? Ну, это, наверное, все вместе сразу, потому что есть то, как человек саморазвивается, есть какой-то жизненный опыт, который человек получает во время трудовой деятельности, он понимает, что именно так будет лучше. Когда с пациентом разговариваешь и разговариваешь с его родственниками, то действительно получается лучше. Ну и третий момент, естественно, есть то, чему учат, и то, чему учат определенная школа, там, школа, там, института Склифосовского в частности, да, или школа того направления хирургии, который выбрал, там, школа нашего общего учителя, академика Крылова, да, то есть это, ну, сложный такой вопрос, многокомпонентный, как это все происходит, как человек сам начинает понимать, что ему нужно постоянно меняться, и что с этим делать. Мне очень нравится аналогия, которую приводит наш учитель, о том, что все мы в этом процессе гребем в одной лодке. Вот у нас много гребцов в одной лодке. Гребем против сильного течения, в борьбе за жизнь больного, или в борьбе за какое-то дело. И вот все мы гребем, можно несколько лет грести, можно все это делать, если можно постоянно подстраиваться под какие-то воронки, изменения течения, рельеф местности и так далее. Но стоит хотя бы одному бросить грести, то все лодку относит назад. Вот это вот как раз то, что нужно понимать для того, чтобы делать что-то, изменять что-то, в первую очередь в себе. Академия Крыловка, конечно, богат на афоризмы, и это тоже очень красиво. Анна Владимировна, вот вы как профессионал обучения, мы сейчас для вас, в общем-то, тоже субстрат, мы тоже хотим научиться что-то новое узнать. И вы видите, как ведущее учреждение изнутри меняет парадигму отношения, причем это склиф, это emergency, как бы, и там очень сложно пациентам вот что-то... Иногда просто не успевают они понять, что происходит. И вы видите, как хорошо и как получается интересно менять даже сначала приемное деление. Роль тренинга в таких условиях, как вы считаете? Ну, отрадно слышать то, что говорит Денис Николаевич, Алексей Сергеевич. Я совершенно согласна с тем, что пациент-ориентированность – это, может быть, не самое лучшее слово, и уж точно оно очень затасканное. А, собственно, откуда взялось это слово? Мы говорим пациент-ориентированность для того, чтобы не произносить слово «сервис». Однако. Во всех прочих отраслях вот то, что мы сейчас обсуждаем, называется словом «сервис». В медицине это абсолютно... Вот сейчас вы просто разрушили наши все... Да-да, это запретное слово, так говорить нельзя. И это ровно то возражение, с которым приходится сталкиваться. Мы не сервис. Мы не оказываем сервис, мы лечим. Это очень близко к тому, как вы описывали, божественные функции, которые снизошли на любого человека в медицинской среде. Вместе с тем, если мы говорим про сервис и про коммуникацию, это фактически единственное, что может оценить пациент. А рубчик на животе как же? Красоту вы имеете в виду? Да. Но вот качество того, что стояло за этим рубчиком, качество операции, эффективность оказания медицинской помощи, скорость оказания медицинской помощи, сколько сил потратили доктора на то, чтобы спасти ему жизнь, вот это все пациент оценить не может. В особенности вы имеете в виду. А как же гордо выйти из операционной, утереть пот, так, масочкой, сказать, ну я сделал все, что мог? Ну, пациент при этом под наркозом обычно. Это только в кино. Ну, почему же в кино? Ну, вы же только подули на ранку, все, что мог. Да, все, что мог. И я правда верю в то, что доктора чаще всего в подавляющем большинстве случаев делают все, что они могут. Вопрос, что пациент не это оценит, а оценит он то, как с ним при этом общались, и то, какой сервис он получил. Как он пообщался с охранниками, с уборщицами, с санитарками, с медсестрами, что бы отдельная большая тема. Как все коммуникационные процессы и все сервисные процессы были выстроены. Дали ему еду или не дали? И как быстро? Его родственникам пришлось его катить на дополнительные исследования, на МРТ, например. Или это делал кто-то из медицинских сотрудников? Его родственников пропустили к нему в реанимацию? Или это было под абсолютным запретом? Вот это он оценит в полной мере. По-моему, у нас беседа будет сегодня только... Владимир, собственно, будет рассказывать о как на самом деле. Вы знаете, хотел бы попросить Дениса Александровича рассказать о своем опыте. Ведь вы прекрасно знаете, что доктор Мазуренко, наш лидер в урологии, в эндоурологии, человек, который прекрасно понимает аспекты, когда надо быстро оказать урологическую помощь. Почечная колика. Это очень больно, это очень неприятно, и там надо решать в часы вопросы. Собственно, благодаря таланту организатора и харизме, и, в общем-то, хирургическим навыкам, Денис Александрович создал службу почечной колики в одном хорошем учреждении некогда. Соответственно, Денис Александрович, как вы пришли к этой схеме? Что вас заставило выйти вот на такой именно... Это же, получается, вы замкнутый сервис сделали. Действительно, здесь, наверное, стоит говорить о восхождении от частного к общему. Действительно, к общему, к тому, что нужно, наверное, менять во всей нашей стране. Почему? Помните, мы обсуждали в Фейсбуке подобного рода по приемному отделению. Многие из регионов нам писали, давайте быстрее это что-то решайте, нам уже надоели и устали. Действительно устали. Я вспомню один случай интересный. Я работал 10 лет в Боткинской больнице. Моя супруга Екатерина тоже работала врачом-неврологом. И накануне моей защиты диссертации у меня случается аппендицит. Она меня ночью, как всегда, ночью, в субботу привозит в родную больницу. Мы сначала долго и упорно стучимся. Я там помираю, она беременная на восьмом месяце. Стучится, пытается найти лаборант, ассистента, не знаю, кто там на рецепции сидят. Вышли сонные девки, на нее посмотрели, куда-то ушли. Я лежу, корчусь, никого нет. Это крупнейшая больница горная. Понятно, сейчас все по-другому, но тем не менее. В конце концов, да, хорошо, она нашла неврологов дежурного. Тот пришел, там матом их поднял всех на уши. Потом прибежал дежурный уролог. Здесь уже корпоративное братство. Потом этот дежурный уролог через подвал, и пришли пьяные санитары, меня повезли, и он стоял рядом. Я понимал, зачем рядом, для того, чтобы меня случайно не уронили по пути. Вы же понимаете. Травму быстрее послечит. Ну, только благодаря коллегам. Да, действительно, и хотя основу медицины в данном случае это не то, какая, по идее, обложка, а то, как лечат, но люди смотрят на что как есть, и огромное количество их проблем возникает из вот этих всех окружающих. Какой охранник там дебил стоит, не пропускает. И с этими дебильными бахилами, опять-таки, у меня одна подруга в одно солидное, одно из самых дорогих заведений России, роддом, с открытием Зева, пришла. И она пытается пройти, с той стороны уже ее ждут с каталкой, чтобы везти в роддом, у нее открытие Зева. И стоит охранник, заставляет надеть эти бахилы. Муж не успел деть на работе, она приехала на такси, и она, бедная, кое-как, корчить, чуть ли не рожая прямо перед этим охранником, она там надевала эти бахилы, надела бахилы, тут же их положили, тут же сняли бахилы, повезли рожать. Да, прекрасно, понимаете, это сервис такой прекрасный, потому что охранник, мимо не пройдешь. И вот эти мелочи, аспекты, и в данном случае могу сослаться на огромное количество интересных моментов, которые я наблюдал в Австрии, у них одна система, в Америке несколько другая тоже похожая. В нашей стране в одном, наверное, месте Академик Лядов в ЛРЦ в свое время организовал что-то подобное, позже тоже вот, то есть самые помянутые частные клиники у нас, если помните, было достаточно неплохо, оптимально устроено приемное отделение. И здесь, наверное, я бы хотел, чтобы это было транслировано на всю страну. И вот поясню, что это такое. Нам не нужны масса узких специалистов, которые там 90% времени там спят, отдыхают или никому не нужны. И даже если случается какая-то проблема, например, как правило, дежурные урологи, которые врач приемного отделения, он не способен делать сложные операции, все равно он вызывает кого-то, врача, который делает эти операции, правильно? Также там, не знаю, дежурный гинеколог обычно не делает операции, вызывает другого, который там дежурит. То есть нам нужны врачи emergency. Система, которая существует сейчас у нас, она очень дорогая, ненужная. И бесполезная. То есть мы держим массу ненужных специалистов. Emergency доктора, потому что у нас же есть врачи скорой помощи, это emergency доктора, правильно, в принципе? Но опять-таки смысл врача, который выезжает, он теряется, потому что он кроме там ЭКГ, он больше ничего не может предложить, что он может, и постучать. Раньше земский врач с колокольчиками приедет, да, в этот, и сначала его накормят, напоят, потом пойдет он там шубу снимет и пойдет смотреть там больного на него смотреть. Сейчас эту функцию прекрасно выполнят параметики. Далее нам нужно приемное отделение. Тут как раз-таки замечательный опыт с Клифосовского института, где директор Петриков вел вот эту систему, где не врач бегает, да, и куда-то по этим, а пациента. И это действительно, это новаторство для России, но это достаточно отработанная практика в мире. Есть коечка, туда положили пациента, и к ним приходят, берут анализы, к ним приходят врачи. При необходимости его отвозят, отвозят, не пешком, а это историю в зубы. Там, иди вон на пятый этаж с переломом, да, иди, у нас лифт не работает, делай снимок, рентген какой-то. Ну, то есть, вот такие моменты. И при наличии такой системы, появление врачей, которые работают по определенным, действительно, протоколам, и дальше они уже привлекают узкого специалиста. Ну, правильно, вас привлекали уже, когда нужно, по телефону решает вопрос. Телефон или в отделении, в зависимости от загруженности. Вот чего надо приметь. А скажите, побывав по ту сторону медицинского халата белого, это по правде изменило ваше отношение к пациентам, к сервису? Да, да. Это такой был интересный опыт, я так понимаю. Я могу сказать то, что до сих пор я очень хорошо и с большим уважением отношусь к хирургу, который меня оперировал. Не знаю, наверное, вы знаете, Богателе, сейчас он замглавлен врача по онкологии, он меня оперировал, спас мне жизнь, да. И я совершенно не хочу узнавать имя анестезиолога, который меня давал, потому что она пришла какая-то там молодая, извиняюсь, скажу слово, девка, которая молодая, это не в упреках, то, что она даже с коллегой не поздоровалась, всячески изображала, что я ее расстроил в 3 часа ночи, в субботу, и, видимо, из-за меня она проснулась и пришла. Дмитрий Николаевич, ну скажите, представим, что доктор Музыренко, он не доктор Музыренко, а просто Музыренко, пациент, и вот он приходит к вам и говорит, ну, Дмитрий Николаевич, ну вот такая ситуация, вы знаете, катали меня непонятно как, чуть не упал, там родственница моя беременная со мной бегала. Ваша реакция сейчас и 10 лет назад? Что-то изменилось? Нет, я думаю, ничего не изменилось, в реакции не изменилось ничего, наверное, сейчас у меня появилось больше возможностей, понимаете, больше возможностей вникнет в ситуацию, больше понятия доктора, он у меня недообразован, он может прекрасно проводить анестезию, наркозы не дают, наркозы проводят, это обычно такое заблуждение человека со скальпелем, но для этого и есть анестезиологи, чуть-чуть развернуть ситуацию в нужную сторону. Я думаю, что проблема доктора не в его хамстве, а в его недообразованности, потому что... А где недообразованность? А я вам расскажу очень прекрасную историю, у меня тоже есть учитель, к сожалению, он нас покинул, академик-дикант, одна из его любимых историй была про профессора Опеля, который военной медицинской академии заведовал кафедрой хирургии, и когда он набирал в адъюнктуру, тогда так называлась ординатура, молодых офицеров, он ставил классическую музыку и давал им скалпел поточить простой карандаш. Ну и, в общем, звучала музыка, он точил карандаш и возмущался. Говорит, зачем, говорит, вы меня заставляете точить карандаш? Он говорит, я вас научу хирургию, у вас, говорит, хорошо руки, хорошие мануальные навыки. Говорит, но мне гораздо важнее, вы знаете, что, говорит, сейчас за овертюрой играет? Кто-то говорит, нет, говорит, в культуре вас кто научит? Поэтому это очень важная история, да, врача можно обучить работать на гамма-ноже, да, такая уникальная штука есть в склифе, которой главный врач и руководит, но обучен ли он культуре поведения, обучен ли он, я не стесняюсь этого слова, сервисными навыками? Почему? Потому что мы живем в то время, когда я как главный врач заинтересован, что пациент хотел вернуться в мою клинику, а не рассуждать, но больницы скорой помощи Южного округа все равно его привезут. Нет, чтобы он хотел вернуться, и исходя из этого, как бы я отреагировал? Конечно, в первую очередь я бы принес извинения, потому что во всем, что происходит в больнице, безусловно, виноват один человек, и он сейчас перед вами сидит. А второй момент, я бы попытался понять, в чем проблема доктора. Он эмоционально выгорел, у него 20 суток вместо положенных 10 условно, или у него просто есть дефект образования, и нам нужно пригласить либо коуча, либо медицинского психолога, чтобы он с ним персонально поработал. И вы это уже делали? И мы это делаем. Мы из таких интересных вещей сделали школу, службу медицинских психологов. Может быть, с маленьким отличием от Склифа, с которыми мы параллельно развиваемся, заключается в том, что наши медицинские психологи работают больше не с пациентами, они больше работают именно с врачами, медицинскими сестрами, обучая их определенными навыками. Самый сложный навык – это навык, например, сообщения плохих новостей. Опять во мне анестезиолог-реаниматолог заговорил. Но так, к сожалению, происходит, что в больницах люди не только поправляются, они умирают. И правильно, грамотно принести эту плохую новость родственникам – это тоже целая наука. Причем наука, построенная на доказательствах. Сигнальные слова, паузы. То, к чему, кстати, нас с вами тоже бы одного в институте не учили. А медицинские психологи проводят курсы, работают с нашими докторами, сестрами. И в этом наша команда управленческая веет тоже один из больших и важных инструментов, которые созданы в больнице. Какая следующая задача перед вашими психологами? После базисных этих навыков, что дальше? Их надо поддерживать. Невозможно. Это же как хирургия. Невозможно сделать одну операцию и сказать, что ты стал ас. Невозможно пройти тренинг из трех-четырех занятий и сказать, что ты владеешь этим навыком. Аудит. Повтор. Аудит. Я имею в виду медицинским психологом. Просовать будете? Повтор. Да, безусловно. Для этого есть в том числе и механизмы финансового поощрения наказания, стимуляционная выплата. И мы этим тоже занимаемся. У нас есть целая служба, которая отслеживает в интернетах отзывы положительные и отрицательные. И мы в этом видим не только, кстати, наказательный инструмент. Вообще вот это вот у нас, мне кажется, с этого все начинается. Не разобраться в причинах, а наказать. И все, поехали дальше. А то, что мы мониторируем, это пациент-ориентированная история, мониторинг отзывов в интернете. Почему? Анализ. Анализ, анализ, мониторинг отзывов и анализ, потому что эти отзывы зачастую... Понятно, есть негатив, связанный с конфликтом пациент-медсестра, пациент-врач. Отдельная история. Но когда девчонки после родов описывают, что у тебя происходит в роддоме, для тебя это лучший инструмент что-то починить, отремонтировать, куда-то направить. Анна Владимировна, по-моему, нам вот сегодня с вами повезло. Я, во-первых, нахожусь в кругу людей солидарных и созвучных мне по мыслям, но вы должны гордиться. По-моему, вы просто... Так и есть. Я ровно это чувство испытываю. Скажите, а как вот на самом деле правильно научить человека правильно быть врачом? Не врачом выздороветь, вылечить, а именно врачом врачом. Для этого нужно сначала сделать шаг назад и оценить предрасположенность к обучению быть врачом. Врачом врачом. Потому что далеко не все на это готовы и, в принципе, это могут. Мы сейчас с вами говорим о таком навыке, который называется эмпатия. Способность сопереживать, способность встать на место пациента, сочувствовать и выражать, адекватно выражать это сочувствие. Я вот когда слушала историю Дениса Александровича, вспомнила, что очень похожую историю, содержательно чуть другую, совсем недавно читала в книге Генри Марша. Книга называется «Не навреди». Генри Марш – это великий нейрохирург, английский, который однажды оказался в роли родителя маленького пациента. Его собственный сын очень тяжело болел и, в общем, умирал. Ему потребовалась операция. И вот это беспокойство родителя за своего ребенка так сильно на него повлияло, что дальше всю свою жизнь профессиональную он вспоминал этот случай и строил свою коммуникацию с пациентами и обучал своих докторов правильному общению. И здесь очень важен тот аспект, о котором говорил Денис Николаевич, что должен быть лидер, должна быть ролевая модель, и руководитель должен быть в полной мере вовлечен в процесс построения эмпатии внутри своего коллектива. Если главный врач, руководитель, зав. отделением относится к этому вопросу попустительски, если он не считает это важным, большого толку от обучения не будет. Это второй аспект. То есть первый – это предрасположенность, второй – это вовлеченность первого лица. Первого лица того коллектива, да, это может быть зав. отделением, или может быть главврач. В общем, наше первое лицо вовлечено во все. Да, да, это очень ценно. Ну, собственно, поэтому и развивается, да, и запущен процесс. Дальше следует осознание. Есть такой современный бизнес-гуру, его зовут Саймон Сынок, который говорит, что сначала нужно понять, зачем, why, и только потом имеет смысл говорить о том, как. Как проявлять эмпатию? Как правильные слова использовать? Это не очень сложный навык. Этому можно научить. Это научительство, так и можно, да? Конечно, да. Потом это нужно поддерживать, нужно производить ревизию, нужно регулярно тренироваться. Но это не очень сложно. Гораздо сложнее поменять парадигму в голове. Да, это то, о чем вы говорили. Гораздо сложнее, чтобы врачи действительно верили, что это нужно, что это влияет на качество лечения, что вовлеченность пациента – это один из существенных факторов успеха в лечении. И пациент – это не просто объект, вот там некое тело. Поле деятельности. Да, поле деятельности, совершенно верно. А это, ну вот я, может быть, сейчас вторую такую крамольную вещь скажу, полноправный участник процесса лечения. Ну вот тут все согласны, в общем-то. Первоправный. Первоправный. Второй, второй, не соглашусь, второй. Так, интересно, вы медицинскую академию закончили, наверное? Нет, 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 ну это вот начинается все, я продолжу мысль, начинается все с того, что понимание вот не так, что этот анестезиолог придет, даст наркоз, там, это, это. Начинается все с того, что если мы говорим про хирургии, то в операционной работает бригада и команда. Если нет нормальной атмосферы в операционной, и нет вот этого хорошего драйва, ничего не будет. Все так. Да, и вообще никогда не будет. И, ну, самая главная роль там в организации процесса, чтобы это все работало, да, чтобы ты зашел и молча сделал свое дело, неважно, ты анестезиолог, хирург и так далее. Это самое главное. Во вторую очередь, это уже работа команды. Но даже это всего лишь третье, и пациент это всего лишь второе. Вообще, участников, даже не второе, а третье. Вообще, участников процессов несколько. Первое, это Господь Бог, или в какой бы религии, как бы ни называли, Всевышний. Второе, это пациент, как я уже сказал, второе. Третье, это родственники пациента. И четвертое, это уж все остальные участники процесса, это медицинский персонал, чтобы он о себе не думал. Да, и весь персонал, который принимает участие в лечении пациента. Потому что исправности, наличие горячей или холодной воды, освещения в операционной, работа, пардон, канализации, наличие туалетной бумаги в туалете, все это создает определенную атмосферу и позволяет либо работать, либо не работать. Вот это вот, собственно говоря, вот так. Вообще, отлично. Нет никаких различий. Просто я агност, поэтому для меня пациент это, конечно, номер один. Понятно. Анна Владимировна, а вы знаете, у меня, наверное, продолжение с вами будет такое. Вы будете нас немножечко обучать, на самом деле, наших слушателей. Видите, чуть-чуть разные мнения, но мы все об одном, на самом деле. Как вы начинаете работать с коллективами? Что вы делаете? Вот вас пригласили, говорят, вот там больница, хорошо, в городе Рюпинске или Листа, неважно. И вас просят помочь. Вы приезжаете, сколько вам времени нужно? Что вы, какие вы дробите этапы? Как вы докладываетесь руководителю? Что вообще оценивать будем? Ну, начнем с того, что я всегда работаю по приглашению первого лица. Это идеально. В пациент-ориентированности есть четыре составляющих, но я, по крайней мере, пользуюсь этой моделью, есть некоторые другие. Это структура, культура, процессы и люди. Еще раз. Структура, культура, процессы и люди. Это такая считалочка. Такой рэперский, например. Да, да, вполне. Структура, культура. Процессы и люди. И это четыре, так сказать, четыре потока, которые вливаются в работу на благо пациента. А пациент в центре. И важно понимать, как устроены все четыре составляющие. Ну, потому что, например, процессы могут быть выстроены весьма неэффективно. Например, маршрутизация пациента. И пациент вынужден ждать какое-то невероятное количество времени. Например, были исследования в 2008 году в клинике Кливленд. Моей родной клинике. Да, я вот буквально несколько дней назад вернулась оттуда с саммита по пациентно-ориентированности. Большое впечатление на меня произвело устройство клиники. В Казани будет представитель, кстати, этой школы. Да, я знаю, собираюсь встретиться. Клиника Кливленд сейчас находится на второй позиции в Соединенных Штатах. Это для вас, для меня она номер один. Несомненно, по пациентно-ориентированности. Клиника МОИО традиционно занимает первое место. Ну, в общем, и находясь на втором, клиника Кливленд весьма сильное впечатление производит. Так вот, если говорить о выстроенности процессов, то в 2008 году в клинике Кливленд произвели измерение и обнаружили, что среднестатистический пациент проводит в emergency room 4,5 часа. То есть это долго как? Очень долго. И неудивительно, что пациенты были этим фактом недовольны. Если мы говорим о пациентно-ориентированности вот в этом маленьком примере и элиминируем все прочие факторы, вот как будто больше ничего нет, да, вот все хорошо общаются, весь менеджмент работает эффективно и так далее, и так далее, то только вот этот один узкий фактор, он очень сильно влияет на пациентскую удовлетворенность. А нас это интересует. Это важный элемент. Это к структуре, к культуре или к чему? Это к процессам. Как выстроен процесс? Вот почему так? Например, нет диагностической койки или слишком долго там пациент проводит слишком много времени. И вы это видите сразу? Я это вижу не сразу, но это достаточно хорошо видно. Научите потом? Несомненно. После эфира у нас маленький мастер-класс коллеги. Тогда нужно работать на уровне процессов. То есть, ну вот, например, в этой ситуации, которую я описала, да, она там, ну, некоторым образом лабораторная такая, учебная ситуация, так не бывает, что вот только процессы не выстроены, а все остальное суперэффективно. Но вот если ее принять за рассмотрение, то тренинги не нужны. Некого и нечему учить. Нужно выстроить процесс для начала. Если говорить про культуру, это более широкий, более сложный контекст. И чаще всего культура меняется вследствие обучения людей, изменения парадигмы. Это вот та самая метафора про грибцов, да, вот когда все настроены одинаково, когда все грибут в одну сторону, все смотрят в одну сторону, вот это некий элемент культуры. Культура, это такая немножко эфемерная вещь, ее потрогать трудно, да, KPI какие-то ввести по культуре достаточно трудно. Ну вот, например, один из аспектов культуры – это поощрение и наказание, принятые в конкретном учреждении. И есть такое волшебное число, которое говорит, что сотрудники максимальную вовлеченность в процесс сохраняют в случае, если соотношение поощрений и наказаний находится в пропорции 2,9 к 1. То есть 2,9 поощрений к одному наказанию. А если они все время косячат? А если все время красавчики такие? Да. Что делать? Где наказание? То есть сказать, у вас великолепная юбка сегодня, шикарно губы накрашены, но вы отлечите, вы просто приотвратно. 2 к 1 уже? Ну нет, 2,9. А, извините. И у вас великолепный маникюр. Ну не самый великолепный, а у 9. Не на всех пальцах. Не на всех пальцах. Немножко звучит как издевательство, если честно. Как? Как? И сейчас вернемся к вопросу, как? Про издевательство хотел сказать. Исключительно важно, чтобы поощрения, похвала были искренними. Вообще, вся пациент-ориентированность, она про искренность. Этому немножко сложно научить, поэтому есть первичный отбор. Потому что можно вложить правильные скрипты, правильные слова. Как колл-центру. К колл-центру. И, например, медсестра может говорить, мы рады, что вы у нас лечитесь. Но пациент почему-то ощущает некую фальшь. Да, удивительно. И формально ей нечего инкриминировать. Она произнесла все правильные слова. Это может быть не медсестра, это может быть санитарка, или доктор, или административная персона. Искренность – это исключительно важная составляющая часть пациент-ориентированности. Искренности можно научить разно. Нельзя. Все, мы отсеяем сколько процентов? Нельзя. Сколько из 100% врачей искренне-искренне, а сколько неискренне? Денис Николаевич, сколько у вас отсеялось? Искренне в чем? Искренне эмпатичны. Потому что эмпатия – это все-таки тоже петерн на поведение, модели поведения. И не обучаем мы действительно, их нельзя людям, если кто не способен. Наверное, процентов 80 заведующих, когда мы пришли, наша новая управленческая команда, мы с ними расстались, либо они предпочли работать в другом месте. Я думаю, это реальная цифра. Анна Владимировна, ну вы видите, как интересно, вот все, что вы говорите, оказывается, по правде работает. По правде работает, да. Больница имени Юдина – это прекрасный образец. Спасибо. На самом деле, развитие культуры пациент-ориентированности. Через сколько ждать результатов? Очень простой вопрос. Я вас завел в коллектив, дал вам почти неограниченный бюджет доверия, финансовый нет. Когда ждать результат? А я буду сама с собой при этом и с бюджетом, но без вас. Не ждите. Вот как однако. То есть мне нельзя уезжать, да? Как интересно. Можно вопрос такой? Можно? По ходу дела. Я хочу немножко вернуться опять к приемному отделению. Вот зашел вопрос о том, что 4,5 часа проводят в ведущей клинике, где нет проблем с диагностикой. Проводил в 2008 году. Неважно. Но у них все хорошо, да, в сравнении даже с нашей медициной. Тем не менее, проводят 4,5 часа. Люди, естественно, которые приехали ночью в приемное отделение, ну, как минимум, мягко говоря, не очень хорошо себя чувствуют. Наши приемные отделения по всей стране, они не ориентированы на лежание пациента. То есть действительно есть отбор, ну, понятно, триаж, пациенты нестабильны, они тут же... Шок, шок, шок. Да, уходят в шок в отделении, ладно, они легли. Эти нормально. Все остальные, эти все часы проводят как? Вот он сидит на каком-то стульчике деревянном или кушетке, не какая кушетка, это будет банкетки, да, стоят в передоре, вот он сидят, они мучаются, там, родственники, там, они почти падают, уже здоровые, там, родственники падают все это время. Их к ним ждут, вот-вот сейчас кто-то выйдет, никто ничего не говорит, там, доктор, там, на операции, там, сям, что-то еще. Я хочу вот вас спросить, действительно, вы проводите такой какой-то пионерский эксперимент, и я надеюсь, что очень успешный в институте Склифоросовского у вас заведена диагностическая койка, человек ложится на койку или тоже сидит все-таки на кресле где-то там в помещении? Ну, если вообще себе представить систему, то здесь нужно говорить не о том, что это вот разделение на два потока, это разделение на три потока. То есть вообще, в первую очередь, это маршрутизация и сортировка банальная, которая придумана Пироговым, там, еще во время крымской кампании, ничего, собственно, все придумано до нас, да. Значит, есть врач распределительного поста, то есть поступает любой пациент, он включается в работу, и маршрутизирует пациента, это какой-то тяжелый пациент, да, он идет, действительно, в противошоковый зал, либо в какую-то из специализированных реанимаций. Я вот здесь не совсем согласен с тем, что здесь не требуются специалисты, потому что определить, нуждается пациент или не нуждается, и в какую профильную реанимацию нуждается его поступление, это тоже искусство. Второй поток пациентов – это поступление в операционную. Ну, понятно, банально, к сожалению, нож в грудной клетке, понятно, что этот пациент сразу, минуя все, едет в операционную. И вот мы подходим к третьему потоку, это, мы назовем это все остальные пациенты. Что делать с этим? То, к какой модели мы сейчас пришли. То есть это создание четырех определенных блоков, каждый из которых – это, ну, если хотите, называйте это emergency room, хотите, называйте это просто какие-то палаты. И, как обычно, народ всегда дает наиболее точное определение, он нас назвал шторками. Шторки. Что такое шторки? Это палаты, которые просматриваются, но которые, где больной, может создать себе личное комфортное пространство. То есть, если он желает, он может просто занавеситься шторками. Ну, как в кино показали, да? Да, и, соответственно, чувствовать себя комфортно. И более того, когда мы все это начинали, большинство пациентов спрашивало, а что мне можно лечь, а что я могу вот задернуть шторку. Ну, то есть для наших людей это непривычно. Более того, мы пошли дальше, да, часть людей не хотят, например, но они поступили с одеждой, там, у нас рядом площадь трех вокзалов, например, с сумками пациент поступает, а я вот не хочу свои сумки отдавать. Пожалуйста, вы можете их поставить рядом с кроватью, под кроватью, но вы их не таскаете по приемному отделению, когда вы обследуетесь. Значит, следующий аспект – это такая некая центристская процедура, не вот все, что вокруг врача там крутится или вокруг там медицинского персонала, а наоборот, все, что происходит, все идут к пациенту. То есть пациент находится на месте максимально, потому что бывают ситуации, когда требуется его куда-то транспортировать, но все крутятся вокруг пациента. То есть пациента осматривают, приходят все специалисты. К пациенту приходит мобильный регистратор для того, чтобы он долго не ждал около регистратуры, если это требуется, и там регистрируют его данные. Пациенту назначаются диагностические процедуры тоже у постели. Значит, ему… Он может лежать, может сидеть, как он хочет, да, рентген, если нужно выполнять, определенные, опять же, укладки, потому что не все можно выполнить на месте, там какие-то анализы, да, ну там общий анализ крови, ультразвуковое исследование. Все, мы на 70-80% закрываем вопрос того, что нужно, в принципе, сделать с пациентом. И среднее время нахождения пациента на койке у нас составляет около одного часа, да, а дальше уже другая ситуация. Это приближение максимально уже специализированных каких-то аспектов, то есть блок, например, где оказывается роматологическая и энергохирургическая в основном помощь, да, он в этот блок включена перевязочная, чтобы первичную хирургическую обработку выполнять, компьютерные томографы, два, да, то есть, чтобы максимально, если больной с койки куда-то и передвигается, он мог передвинуться на 5-10 метров, и это следующий шаг. У нас сейчас создается специальная служба уже, частично работает клининга, уборки и транспортировки. Когда его какой-то конкретный человек транспортирует, он его не бросает в коридоре на металлической каталке, а его сопровождает на каждом этапе, привозит, увозит. Алексей Сергеевич, вы знаете, рисуете картину, которую не то чтобы я хотел заболеть, но если я заболею, я знаю, куда мне придется поехать, я так понимаю. Ну, Дмитрий Сергеевич, извините, пока-пока к ним. Напомню, что в нашей студии сегодня уважаемые гости. Мы закончили предыдущую часть передачи на перечислении важных и таких, похоже, затравных, да, или как правильно говорить по-русски, да, инициатив, которые проводятся в НИИ из Клифосовского. Я знаю, что у вас есть видеоэфир, видеозапись о новых событиях, которые происходят в ведущем учреждении. Можем ли мы вместе с вами посмотреть и вы прокомментируете? Да, конечно, я думаю, один раз увидеть, это будет наиболее наглядно, чем много раз услышать. Конечно. Мы находимся сегодня в приемном отделении нового типа, которое мы попытались сделать из старых стен. Мы полностью переделали всю логистику внутри приемного отделения. Вместо того, чтобы пациент находился, например, в коридоре и ждал приема врача в каком-то из кабинетов, а потом шел на другие методы обследования, мы постарались все обследование приблизить непосредственно к пациенту, а больным создать комфортные зоны ожидания и комфортные зоны, в которых их можно обследовать. Да, они отделены специальными шторами, это диагностические койки, а не просто стульчики в коридоре. И к ним приезжают уже непосредственно ультразвуковые исследования, рентгенография, электрокардиография и так далее. Все методы обследования, которые можно сделать на месте. Это позволяет достаточно быстро сделать процесс обследования, серьезно уменьшить время нахождения пациента в приемном отделении. И, конечно, сделать так, чтобы пациентам было вообще приятнее находиться внутри приемного покоя. У них оставались только хорошие эмоции. Также не только у пациентов, но и у их родственников, которые имеют возможность пообщаться, например, если это тяжелые какие-то проблемы, они могут пообщаться с психологом, который круглосуточно дежурит в приемном отделении. Ну и много других вещей из-за комфортной зоны ожидания, возможность посмотреть какие-то телепередачи, поесть немножко, попить кофе. Когда мы перешли на эту схему работы, положительных отзывов о работе приемного отделения стало гораздо больше. Это нас, естественно, радует. Но самое тяжелое для изменения – это оказалось сознание. И у нас серьезная совершенно сейчас идет работа вместе с специальным институтом корпоративного развития Департамента здравоохранения Москвы по тренингам специальным, по созданию специальной такой среды пациент-ориентированной, потому что людей надо этому учить. Мы, к сожалению, не учили это в институте, и надо перестраиваться, надо становиться более открытыми для того, чтобы нашим пациентам было все лучше и лучше. Видим реализацию. Огромное спасибо, Алексей Сергеевич, шикарно. Что дальше? Как вы видите дальше? Дальше нужно понимать, как двигаться и что делать, и что менять в модели поведения. Я вот с Денисом Николаевичем немножко не соглашусь по поводу того, что нужно, если человек не справился, не может, или какие-то сложности, что нужно его менять. Мы немножко по-другому, другую модель построения, хотите, не люблю это слово, но назовем бизнес-процессы. Как человека, который участвует в процессе общения с пациентом и так далее, как его максимально таланты применить и как максимально спрятать его недостатки. И может быть человеку просто стоит поменять позицию, но остаться в команде и эффективно эту команду усилить. Мы сейчас все знаем, чемпионат мира идет, да, мы прекрасно знаем, что кто-то хорошо играет в защите, а кто-то хорошо в нападении, да, и зачастую люди просто могут перепутывать позиции, из-за этого все происходит. Также мы знаем, что зачастую, что хирурги, именно хирурги и хорошие хирурги, это, как правило, люди с тяжелым характером и сложные люди зачастую, но при этом они хорошо оперируют, но нужно создать и решить проблему таким образом, чтобы максимально был какой-то командный подход, возможно, со сменой позиций, и он был максимально эффективен. И как сделать так, чтобы это все максимально эффективно работало, и эта команда выдавала максимально эффективный результат, но об этом можно рассуждать бесконечно. Анна Владимировна, ну, здесь прозвучало несколько мыслей, которые не совсем, может быть, коррелируют с тем, что я вынес за 4 года в клининг-клиник, там, если хирург даже гениален, божественен, но у него есть сложности с пациентами, с эмпатией, то этот врач не будет работать в этом коллективе, хоть бы он 5 раз гениален был бы. Как найти эту тонкую грань и сохранить великолепного специалиста, но не комплоента, как мы говорим, но при этом не нарваться на грубую жалобу от пациентов, чтобы потом Денис Николаевич ее не разгребал в свое внеурочное время. Как вот найти эту тонкую линию? Если люди ведут себя неподобающим образом, ну, например, неправильно разговаривают с пациентами... Хамят. Хамят. Надо понимать, почему это происходит. Боится он. А почему это может происходить? Это может происходить в следствии разных причин. Ну, самая простая причина, он просто не знает, как разговаривать. Не было у него позитивного опыта в его прошлом. Может быть, с ним в детстве не разговаривали позитивно. Может быть, его руководители не давали ему таких примеров, да, он ролевых моделей не видел. И это самый простой вариант. Научи как, положи слова в рот, рот эти слова воспринимает и дальше их произносит. Более сложная ситуация. Он не видит в этом смысла. Это очень частая ситуация, к сожалению. Мы в медицине, мы не в сервисе, не в обслуживании. Это, ну, некое общее выражение этого принципа. Зачем? Зачем мне с пациентом разговаривать как-то особенно? А тут ведь, видите, какая история? Как самозабывающееся пророчество. Доктор говорит, ну, пациенты разные, с трех вокзалов, всякие нехорошие, хамящие сами. Он первый начал. Такая очень взрослая позиция. Ну, если ему можно, почему мне нельзя? Да, он, правда, первый начал. Ну, так бывает, да, бывает, что первые начинают. Это более сложная работа по выстраиванию правильной профессиональной позиции. И по обсуждению с врачом, в чем эта профессиональная позиция заключается. Ну, нет у меня времени пестовать этого нового сотрудника. Что делать? Как быстрее его переучить? Можно вообще быстро переучить? Увы, если у руководителя нет времени пестовать нового сотрудника, быстрее переучить нельзя. Внешними силами, моими силами, моих коллег, это сделать невозможно. Это всегда совокупная работа. Ну, а в туалете, в ванной наклеить его наклеечки, такие, знаете, бумажные стикеры, там, говори культурно, там, не ругайся матом, не знаю, что ты, улыбайся под селом. Работает по вашему опыту? Денис Классович, работает? У меня нет наклеечек. Я не про вас лично, про некоторых членов коллектива, которые вот пытались... Ну, видите, у нас разная абсолютно позиция, наверное, потому что я не хирург, и как не для хирурга, у меня там блестящий скальпель, который позорит всю клинику, он не блестящий априори. И я остаюсь на позиции, в общем, почему у нас психологи занимаются не больными в приемном отделении, а врачами в приемном отделении. И мы работаем... И мы на... С корнем зла. Ну, мы начали работать с врачами в приемном отделении, именно поэтому, что мы придерживаемся позиции. Ровно то, что можно научить. Те, кто не учатся, не учатся, их не надо выгонять. Они попадают в некомфортную среду, и они уходят сами. Ну, как это, раньше отбор больных на операцию, шел в кабинете заведующего, у него прям в отделении на восьмом этаже. А тут, извините меня, будьте добры, с 15 до 16 спуститесь в выделенную территорию на первом этаже, чтобы пациент не ходил по клинике, и сделайте все то же самое, что... Меня ждали, а теперь я сижу и жду. Те, кто понимают, для чего мы это делаем, они в команде, и кто нет, они не вышли в плей-офф. Ну, на самом деле, мы вот сейчас говорим, все говорим об одном и том же. Главное, это результат. Как ты его добиваешься, меняя людей, да, это одна из таких эффективных бизнес-моделей, да, либо ты кропотливо подбираешь персонал. Безусловно, есть вещи, к которым терпимо относиться нельзя ни при каких обстоятельствах, каким бы великим человек не был в своей специальности, да, есть вещи, ну, на которых стоп происходит. Но надо понимать, что обучение и создание команды – это кропотливый труд, который требует постоянного-постоянного вложения, да. Но все это в итоге должно вести к тому, что, ну, тоже это уже звучало, конечная цель – это чтобы человек пришел, и он был доволен. Как он будет доволен, от чего он будет доволен? От того, что бумага в туалете есть, или от того, что с ним хорошо доктор разговаривал, или от того, что ему хорошо операцию сделали, это неважно. Мне кажется, это важно. Слово «или» здесь недопустимо. Главное, чтобы он был доволен раз, в целом доволен тем, что… Потому что все мы бываем пациентами, да, ничего плохого в этом не вижу, что человек доволен тем, что он здесь побывал, и он вышел с хорошими эмоциями. И хэштег поставил, или лайк, или что-то такое, да. И так далее. И второе главное, что мы ведь все забываем, что человек, который общается, и который имеет проблемы с пациентом, скандалы возникают, какие-то сложности, но ведь от этого персонала-то тоже лучше не становится. Он тоже испытывает от этого какие-то отрицательные эмоции, которые копятся, они во что-то выливаются и так далее. То есть принципиально, как подходить к вопросу, так, эдак, или… Принципиально, чтобы человек, который ушел от нас, он ушел в нормальном настроении, и он ушел живым, но и относительно здоровым. Все мы знаем, что полного здоровья не бывает. Вот это главная цель. Анна Владимировна, а еще какие-то аспекты у вас были в таком? Да, вы хотели нам рассказать, что еще делать? Да, я хотела упомянуть третью причину, почему человек может вести себя неподобающе – это выгорание, это эмоциональное выгорание. Все-таки оно есть. Оно не просто есть, это одна из существенных причин, ну, например, ранней смертности. А знаете, кто первый в этой раннем выгорании в списке? Урологи. Анестезиологи. Первая… Что делать? Как избежать? Потому что без анестезиолога, извините, у меня ничего не получится. У меня мои большие хирургические операции без анестезиолога, ну, никак не получится. Просто вот никак. И ни один мой пациент без хорошей помощи из ароматолога не пойдет так, как я хочу. То есть вот как с этими… Как защитить наших братьев? Ну, не меньших, правда. Больших уже, правда. А вот вы не зря упоминаете разных членов одной хирургической команды, потому что взаимоотношения внутри коллектива – это пункт номер один среди причин эмоционального выгорания. Два и девять к одному? Это было про обратную связь, позитивная к негативной. Это другая модель. Я рада, что вы запомнили то. Я вот это четыре штуки тоже запомнил. Потом эфир пересмотрю. Еще раз посмотрю. Отношения внутри коллектива ключевым образом влияют на то, насколько человеку комфортно работать и насколько долго он может оставаться психически сохранным, с психическим здоровьем. И вот то, что мы обсуждали в самом начале, отношение к пациенту как к объекту, в психологии это называется деперсонализация. То есть это не человек, это… Кейс. Кейс, да. Это может быть признаком надвигающегося или уже наступившего эмоционального выгорания. Денис Александрович, ну, по-моему, мы с вами очень уже близки к выгоранию, насколько я знаю себя. И я ругаюсь очень много с коллективом. Не с коллективом, с сотрудниками коллектива, младшими, потому что я привык к определенному уровню, его не вижу и начинаю очень нервничать сильно. И прямо вот нервничать даже до срывов. Таких, которые сам себе не очень прощаю, но, к сожалению, постоянно проходит. Денис Александрович, у него служба почечной колики, она вообще заточена в любое время. 24-7, 365-366. Он должен помочь пациенту с острой урологической патологией. Вообще тяжело работать. Как вот нам быть тоже в этой ситуации? Что делать? Мы сами себе начальники. У нас нет начальника, который нам бы позитивно фидбэки давал. Как быть? Ну, во-первых, давать позитивные фидбэки самому себе. Какой я красавчик, капиталент. Какой я молодец хвалить себя, признавать собственные достижения. А нас же так в школе не учили. Нас так в детстве не учили. Мы в этом смысле страна, обедненная, обделенная позитивной обратной связью. Мы и не очень знаем, как это делать, и не очень верим в то, что это работает. Один из инструментов ключевых при предотвращении эмоционального выгорания – это повышение осознанности. Вот все тот же самый пресловутый ответ, вернее, вопрос «Зачем?». Зачем я это делаю? Почему я на работу прихожу каждый день? Ну, неужели только для того, чтобы деньги зарабатывать? Ведь труд врача тяжел, труд медсестры непрост. И есть существенно более простые способы зарабатывания денег. Почему именно в медицину? Что мною движет? Почему мне важно помогать людям? Мне кажется, вот наша сегодняшняя такая встреча с единомышленниками – это тоже один из инструментов профилактики выгорания, что не в один такой в Москве сумасшедший. Их как минимум сегодня… Нет, в студии собралось пять, а знаем их гораздо больше, для которых там медицина и слово «сервис» не заставляют краснеть. Анна Владимировна, я так благодарен, что вы вносите вот эту позитивную струю, вы нас учите как правильно, как должно быть. И я хотел бы похвастаться достижениями, о которых Денис Николаевич Проценко, как человек советский, ну вот мы не можем сами себя хорошо хвалить, а как сам себя не похвалишь, ходишь три года как оплеванный. Можно я покажу некоторые сюжеты, которые записали о больнице Юдино, а вы нам потом вот как бы расскажете ваше профессиональное мнение. Коллеги, покажем видео про чудесные изменения. Я не побоюсь этих слов поправлю, чудесные изменения. Я их видел. Я вижу, что там происходит. Я там был в буфете, я был в приемном отделении, я был на минус первом этаже, ходил по первому этажу, был в отделениях хирургических профильных, даже был у кабинета у главного врача и кушал с ним баранки и чай пил. Было? Изменения есть. Это изменения с больницей, которая отчасти моя такая, ну... Баранки стали более свежими. Нет, я люблю постарше баранки. Добрый день, уважаемые коллеги. Родильный дом клинической больницы с имени Сергея Сергеевича Юдина является крупным стационаром, находящимся на юге города Москвы. Мы имеем возможность оказывать разностороннюю специализированную медицинскую помощь всем поступающим сюда беременным и роженицам с различной соматической, акушерской, гинекологической патологией. У нас налажено взаимодействие между всеми специалистами, работающими в нашей крупной многопрофильной клинике. Таким образом, мы принимаем и оказываем помощь беременным с неврологической, с хирургической, с кардиологической патологией, беременным и роженицам с заболеваниями сосудов головного мозга, заболеваниями почек, заболеваниями вен и другой патологии. У нас полностью налажено взаимодействие между различными службами нашей больницы. Таким образом, мы не теряем время для оказания экстренной помощи беременным и роженицам. Родильный блок состоит из 14 индивидуальных боксов. Мы отказались от общей предродовой, где пациентки были вынуждены находиться все вместе. И таким образом сейчас у нас пациентка каждая от момента поступления до окончания родов и в течение двух часов раннего послеродового периода находится в индивидуальном боксе вместе со своим ребеночком. В холле родильного дома у нас есть кафе, где предоставляется возможность общения наших пациенток, лежащих в родильном доме с их родственниками, а также для всех посетителей и тех родственников, которые приезжают на выписку наших пациенток. Уважаемые коллеги, сегодня вашему вниманию я хочу представить стационар кратковременного пребывания больницы Юдина. Стационар кратковременного пребывания открыл свои двери в феврале 2017 года. Включает в себя 20 коек, 10 хирургического профиля и 10 гинекологического профиля. Пациент сюда приходит с направлением из поликлинического отделения, где его смотрит первично врач-специалист, назначает дату госпитализации. После чего пациент в указанную дату приходит на госпитализацию, проводится оперативное вмешательство, наблюдение в течение 4-6-8 часов и в послеоперационном периоде выписывается далее на амбулаторное лечение. Благодаря современным технологиям в стационаре кратковременного пребывания проводятся такие операции, как лапароскопическая герниопластика и лапароскопическая холецистоктомия. То есть пациент одним днем после таких оперативных вмешательств вечером выписывается домой. В стационаре кратковременного пребывания по профилю гинекологии женщины оперируются по поводу полипов матки, бесплодия. Проводится такая современная диагностическая манипуляция операции, как фертилоскопия. У нас отделение общей реанимации интенсивной терапии, где круглосуточно находятся пациенты. Пациенты разного профиля. Это больные с различными заболеваниями хирургического, терапевтического профиля, пострадавшие с тяжелой сочетной травмой, пострадавшие с тяжелой черепно-мозговой травмой. В общем, любые заболевания и травмы, которые сопряжены с нарушением каких-то жизненно важных функций организма. Лечение пациентов проводится круглосуточно. Им поддерживается система органов дыхания, кровообращения, работа, функциональная активность почек, печени. Проводится экстракорпоральная детоксикация, гемофильтрация, гемодиализ и другие методы терапии. В отделении работает достаточно много персонала. Это врачи круглосуточно в количестве 4-5 человек. Это медицинские сестры в количестве 7-8 человек. И младший медицинский персонал. Они оказывают и проводят как интенсивную терапию, так и ухаживают за пациентами. Родственники круглосуточно могут посещать своих близких людей в нашем отделении. Врачи с ними общаются, рассказывают, чем обусловлена тяжесть состояния и, соответственно, проводят к ним. Аплодировать начинанием, которое Денис Николаевич сделал и у него получилось? Мне кажется, очень важно, если говорить о стационарах и корейного пребывания, это ни в коем случае не какой-то ноу-хау больницы Юдина. Это большой проект департамента здравоохранения, главного хирурга Москвы, в частности, профессора Шабунина. И эта концепция реализована сейчас фактически во всех многопрофильных стационарах. И мне бы не хотелось, чтобы там такой большой-большой проект департамента здравоохранения больницы Юдина перетягивал на себя. Открытая реанимация – это то, что всегда было в больнице, то, что мы развиваем и сейчас, правда, делаем городским проектом, привлекая к этому и внимание властей. Наверное, многие из вас слышали позицию, высказанную лично мэром города Москвы в отношении открытых реанимаций. Родильный дом, приемное отделение родильного дома, с чего мы всего начали. И то, что до сих пор вот куда ты приходишь, да, куда бы ты ни пришел, то первое, что ты должен сделать, ты должен взять и нагнуться перед проходной, перед диспетчером приемного отделения, поэтому вот редукция этих, хирургический термин, редукция, резекция этих вот стен, этих коморок, за которым прячется регистратор, медсестра – это то, что мы тоже делаем. Мы начали это делать в родильном доме с реализацией концепции фейс-то-фейс, чтобы наши регистраторы и медсестры общались и сидели на уровне глаз пациентов, чтобы никому не приходилось в три погибли, сгибаться перед медицинским сотрудником на входе в больницу. Это вот те мелочи, которые на самом деле оказываются не мелочами, получая обратную связь от наших беременных девушек или от наших пациентов. Но вы не упомянули, Денис Николаевич, о том колоссальном сопротивлении от медицинского сообщества, которое вам пришлось преодолевать. И преодолеваем. Я думаю, что это не история… Я говорю об открытых реанимациях сейчас. Нет, я не только об открытых историях, я коммуницирую. Вы же понимаете, город кажется только большой, а так мы все в одной лодке стараемся грести в одну сторону. И обсуждая с нашими коллегами со Склифом, мы знаем, что такое же сопротивление было вначале у команды приемного отделения. И вообще все это новое, это же вывод из зоны комфорта к тому, как мы привыкли, и непонимание, почему мы привыкли неправильно. Ну вообще на это надо смотреть немножко по-другому. Это нормальный процесс, и к нему надо относиться. Вот это как раз тот процесс, к которому нужно относиться как к обычной работе. Вот нужно сделать работу какую-то, которая позволит сделать так, чтобы работало, как я уже сказал, все эффективно, и людям было хорошо и комфортно, и они были довольны. Работа над работой. Да, вот это как раз то, к чему максимальный абстракт надо относиться. Вот что нужно сделать для того, чтобы преодолеть вот это сопротивление, а то ли это является сопротивлением или где-то, ну знаете, как в каких-то единоборствах в принципе мягкой силы, да. А можно ли куда-то сопротивление в другое русло направить? Может человек, он хочет по-другому где-то реализовываться, да, или ну давайте его переставим, давайте здесь поменяем, давайте так делаем. Конечно, все равно он не приходит, любой руководитель может сказать о том, что без каких-то определенных, ну жестких достаточно решений тоже не обходится. Ну, это все не принципиально, это вопрос, как нужно сделать так, чтобы все хорошо работало, вот и все. Мне кажется, очень важно еще тут, когда мы планировали ролики, очень важно, вы видели, что там были руководители этих подразделений, с таким, казалось бы, примитивным, но детальным рассказом, что происходит. Это была тоже наша одна из задумок, почему? Потому что это примерно тот стиль, к которому они общаются с пациентами, да. Мелочей не бывает, и родственникам выделения, реанимации, беременным девочкам, которые к нам приходят в СКП, это постоянное общение и сопровождение информационное, да. Вот здесь вы можете раздеться, потому что сегодня вы выпишетесь, несмотря на то, что пациентка об этом знает, но как мантру мы это повторяем. Кто их коучил? Кто их обучал этому? Это был целый проект департамента здравоохранения, раса, с сопрописанными скриптами, и их коучили управленческая команда, зам по профилю, зам не по профилю. И это правда очень важная командная история, настолько важная, что если начмед идет и видит валяющуюся бутылку, нагибается ее, поднимает и бросает в урну, то вы же прекрасно понимаете. Или не курит на территории больницы. И не курит на территории больницы, выходит за территорию, будучи курящим. Это все те примеры, которым Ноленс Воленс хочет или не хочет сотрудник, он ему вынужден следовать. И это работает, поверьте мне. Ну, то есть поступай, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой, или работай так, как ты хочешь, чтобы работали другие. Все придумали до нас. Да, все придумано до нас. А как вы собраете обратную часть? Все просто. Это же все строится, правильно, на анализе. На анализе, там, жалоб, понятно, хорошо. А как, вот, например, та же система, вы говорили, психологи, психологи, очень интересную в свое время, специфическую систему, интересную, завел, допустим, Лядов в ЛРЦ. Он завел целую службу психологов, которые одновременно осуществляли ряд психологических работ, точные работы с онкологическими пациентами. Но и во многом там было построено о том, что каждый пациент, который выписывался, к нему каждому, там были закрепленные отделения, перед уходом, к нему приходилось с табличкой с опросом, психолог, собирала информацию, все, в первую очередь, жалобы. И каждый день директор ложилась на стол, эти они уже системизированы, были вписаны жалобы уже в перечень и ложились на стол директору. Он рассматривал, причем мелочей нет, вплоть до того, что даже не работающий шкаф, не открывающиеся дверцы сломаны, он тут же звонил старшей сестре при мне, причем не заведующему, старшей сестре, потому что зачем заведующему звонить, если там решают вопросы. И доставалось, почему все ходят вокруг этого шкафа, оказывается, знают все уже месяц, и никто не в курсе. Допустим, да, казалось бы, мелочей нет, это все правильное отсутствие туалетной бумаги, а нет. Ну просто, ну зачем там, или там санитарка себя домой уточила, или не захотели повесить, а оно раздражает. Ну мы все знаем, когда в туалет приходишь, нет туалета бумаги, или мыла, да, даже где-то, нет полотенца, чтобы вытереть руки. То есть нет туалета, поверьте. Нет, 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 это все, это все вещи, которые строят. Действительно, это, можно к этому относиться как к красивой упаковке, да, но без красивой упаковки нет хорошего продукта все равно. Поэтому, наверное, поэтому интересно, как вы собираете, вот коллеги ведущих московских учреждений, как вы, какие методы у вас сбора. Используем абсолютно, нет уникальной, мне кажется, модели. Мы используем от наличия там оранжевых у нас такие брюи, бросающие цвет в глаза, в холлах ящики, куда могут люди опустить свои хотелки и жалобы. Почему? Ну потому что достаточно большая пропорция пациентов у нас, которые являются интернет-фри, в смысле независимыми от интернета, пожилые пациенты, но которые пишут, оставляют, и мы там раз в три дня эти урны эвакуируем, оцениваем. Вы им звоните, уточняете какие-то ситуации? Если возникает ситуация непонимания, да, но чаще всего не надо звонить, чтобы спросить, почему вас раздражает сломанная тумбочка, да. Первый момент. Второй момент был отражен в ролике про СКП, вы видели там листочек, который пациентка заполняла, да. Вот эти квадратики. Квадратики, да. Это как раз та форма, которую мы предлагаем проактивно. Третий момент, о котором нельзя сказать, который обязан на сайте любого ЛПУ городского, есть форма обратной связи через Минздрав, через наше ЛПУ и через департамент. Это закон, закон федеральный, и все ЛПУ его исполняют. И мониторинг социальных сетей, это наиболее, с моей точки зрения эффективный метод оценки ситуации и понимания обратной связи. То есть фактически мы стараемся использовать все инструменты. Ну и главный инструмент, что у всей управленческой команды в рабочее время открыты двери и прийти кому-то к главному врачу, к заму по профилю. Это с какой-то проблемой. Я имею в виду сейчас про обратную связь от нашей команды медицинской, это тоже такая эффективная... Я бы добавил ко всем этим аспектам еще один очень важный. Надо просто жить той жизнью, не быть над ней, рядом с ней, в ней, а жить той жизнью, в которой живет то учреждение, в котором ты управляешь или думаешь, что управляешь. Есть учреждение, куда к руководителю нужно записывать за три месяца, правильно? Вот об этом время. Это неправильно должно быть. То есть если люди видят, что ты... И люди общаются с тобой ночью, днем, вечером, да, и... Коллектив, да, и... И в любое время дня и ночи, и они знают, что ты... Можешь появиться в любом месте, да? В любом месте и в любое время, и участвовать в любых процессах, начиная там от банального перекладывания больного, да, там, заканчивая до пресловутого, как вы уже сказали, там, подымания за бутылкой и выбраться у него в ворну, тогда это немножко по-другому все воспринимается. И, соответственно, обратная связь тоже другая, которую проще собрать гораздо, для того, чтобы самому понимать, что нужно менять, где нужно это поправлять и, самое главное, в какие сроки это нужно делать. Потому что, естественно, все хочется сразу, быстро и хорошо, но, к сожалению, не все можно делать. Не все нужно делать сразу, не все нужно делать быстро и не все, к сожалению, надо делать сразу хорошо. У Алексея Сергеевича всегда есть изрядная, такая неизрядная, умеренная доза скепсиса, основанная на практическом опыте, который, собственно... А себя надо постоянно критиковать, а иначе по-другому никак. Анна Владимировна, мне очень радостно на душе, что зерна, которые вы когда-то раскидывали или сеяли, можно назвать, в разных учреждениях, на разных мастер-классах, в лекциях ли, и ваши коллеги, которые делают схожую работу, например, Катя Кузьмина, у Сергея Павловича Морозова работа, она занимается похожей темой, сервис, она вообще пришла из гостиничного бизнеса. Это все работает. Еще больше меня радует, что здесь сидят соратники. Да, это так. Что будем дальше делать? Как дальше будем развиваться? Это развитие идет, в нашей стране все развитие идет из Москвы, распространяясь дальше. В Санкт-Петербург еще, то есть в Санкт-Петербург. Ну, я с вами соглашусь. А они сначала приезжают в Москву, а потом распространяются. Сейчас у нас половина эфира, раз так отключилось, подключение. Казань, опять же, да, там есть много чего. И Екатеринбург мощный центр. Я в пятницу буду в Казани. Так что много масса центров там, я не знаю, по разным направлениям, где многие вещи делают гораздо лучше, чем в Москве. И стартуют, ну, как это принято называть, стартапы, откуда идут, они из Москвы. Это тоже не секрет, ни для кого. А знаете, почему я задал этот вопрос? Потому что сидят люди, и они вот так, знаете, говорят, вот эти вот молодые реформаторы, они же сейчас вот там что-то делают в Москве, сейчас у них проекты заглохнут. И раз мы слышим, Екатеринбург, Казань, Санкт-Петербург, Москва в разных направлениях, Подмосковье уже растет. Коллеги, мы не одни в своем стремлении работать, как мы уже поняли, неправильном слове, но которое называется пациента-оориентированность. Эмпатия пациента, сервис медицинский, назовите, как хотите, но мы делаем эту работу, и, похоже, что-то изменяется. Это так радостно, так здорово. Я уверен, что у вас есть наверняка вопросы, которые вы хотите задать в форме, которую вы видите перед собой на экранах. Пожалуйста, задайте вопросы, и мы обязательно ответим вам через две минуты. Дорогие друзья, дорогие слушатели, уважаемые Илья, Елена, Лидия, Алексей, Ирина, Светлана, Илья и Наталья, и вот все имена, которые здесь перечислены. Спасибо огромное, что вы нашли время в напряженном графике практических врачей и послушали этот эфир. Да, у нас есть вопросы, и я очень горжусь, что мы сегодня будем задавать их в прямом эфире. Вопрос от Ильи, который поддержали другие слушатели, он звучит очень стандартно. Я его слышал два миллиона раз, и ответы на него тоже знаю. Хотел бы услышать ваши ответы. Наберите нормальных людей, проинструктируйте их, платите зарплату, за которую люди будут держаться, и у вас будет сервис. Анна, вы большой специалист в этом сложном деле. Скажите, пожалуйста, ну что, так и будет? Это было бы прекрасно, если бы это было так, если бы мы проблему сервиса могли решить увеличением дохода. Но, к сожалению, она так не решается. А вот нормальных людей предлагают еще найти, еще инструктируют их. Это перспективная идея. Другой вопрос, что мы же с вами живем в одном обществе, в одной стране, и мы ходим по одним и тем же улицам. Вроде бы все нормальные люди вокруг нас. Казалось бы, что происходит с ними, когда они приходят на свои рабочие места, надевают белые халаты. И такое ощущение, что они перестают быть теми же людьми, которые вот ехали в метро, входили в это метро, им не нравилось, как с ними разговаривали охранники. Это те же самые люди, которые сами приходят в поликлинику, и им тоже не нравится, когда им приходится ждать перед кабинетом, или когда доктор может уделить всего лишь 12 минут на прием первичный. И такое впечатление, что это совершенно другие люди. То есть этот опыт, который они получают сами в качестве клиентов или пациентов, он никак не интегрируется, и из него не выходят позитивные практики общения с другими людьми. И в этом есть большая правда, потому что хороший сервис это всегда следствие хорошего обращения с этим человеком. Вот если мы как руководители хорошо обращаемся со своими сотрудниками, хвалим за достижения, обеспечиваем их ресурсами, обеспечиваем их обучением, то у нас есть шанс, что эти сотрудники будут оказывать хороший сервис. Гарантий нет, потому что это могут быть неправильные люди. Но шансы существенным образом повышаются. Но я же не мать Терезы, всех любить. Всех не надо, надо только своих сотрудников. И пациентов. Хорошо. Вопрос более детальный, наверное, просто мы будем по времени пытаться успеть ответить на все вопросы. Ирина очень правильный комментарий сделал. Ирина, я вместе с вами, и мы вместе с вами. Работать, проявляя эмпатию, тяжело. Это правда. Но это путь, дающий наилучшие результаты. Это правда. Эти слова мы вынесем, наверное, в эфир, как бы как нашу заставку. Спасибо огромное, Ирина. Вот вы прям сделали очень тепло на душе. Света задает совершенно правильный вопрос. И вот хотелось бы, наверное, всех услышать, особенно руководителей. У меня вопрос. Есть ли экономическая целесообразность в пациент-ориентированности? Безусловно, есть. И мне кажется, тут нет места для обсуждения. Смотрите, если есть стационар, стационар, как больница Юдина, которая оказывает 50-50% помощи, экстренно 50% плановой, надо прекрасно понимать, что плановая помощь, она более выгодна, она более управляема. Ты можешь контролировать потоки, ты можешь рассчитывать расходы, доходы. Но за плановой помощью обращаются люди, которые выбирают стационар. И ФЗ-323 нам это позволяет. И, конечно, если ты сервис налажен, если ты пациент-ориентирован с тремя О, вероятность того, что за этим сервисом приедут к тебе, а не в Институт Склифосовского, речь идет о борьбе за пациента. Это нормально. Речь идет, становится уже не просто историей имиджа какого-то стационара, не просто становится имиджем медицинской системы Москвы, а это становится потребностью привлечь к себе пациентов, которые принесут тебя вместе со своим здоровьем, извините меня, и деньги даже в системе ОМС. Или в первую очередь в системе ОМС. С повышенным коэффициентом московским. Да, конечно, с повышенным московским коэффициентом. Поэтому это мое видение как руководителя ЛПУ. Вы уже видите выхлоп, как говорится? Да, ну, видим, видим, безусловно, выхлоп видим. Видим выхлоп с системой СКП, когда оказывают за один день помощь, безусловно, с определенной мощной подготовительной платформой. Визит, осмотр, анестезиолог, оценки рисков, особенно у коморбидных пациентов. Мы это видим. Почему? Потому что мы за один день зарабатываем законченный случай полностью. Гениально. Просто, коллеги, ну, кто еще не верит, что это в том числе экономически эффективно, пожалуйста, слова руководителя, который видит цифры. Главбух приносит цифры. Алексей тоже говорит правду жизненную, особенно для нас хирургов, наш слушатель уважаемый, говорит о том, что правда, кто работает с настоящей эмпатией, особенно пациентом в хирургии, такой специалист долго не живет. Это профессиональное выгорание, а мы об этом говорили, и будем много, наверное, говорить, будет определенная отдельная передача. Денис Николаевич, вопрос от вашей коллеги. Поясните, пожалуйста, мы сейчас пропускаем почти всех желающих в реанимацию, но ведь это услуга другим, но не больному, для которого мы работаем, собственно. И это отнимает время и силы. Классический перебью. Можно перебью? Почему? Потому что в этой фразе заложен. Нет, классический подход патернализма. А дальше ответ на него. Я врач, я знаю, что нужно больному. А дальше есть ответ. Илья, молодец, коллега, я вас очень понимаю, и мы сами внутри очень тяжело с этим боремся. Нет ли здесь перекосов в сторону услуживости, сервиса, но не лечения. И мы познаем прекрасно все опыты, когда наличие даже домашнего животного, родного, с которым бабушка и девушка сто лет уже жили, и оно помогает пациентам быстрее выздоравливать. Только вы ответили на вопрос. Еще раз. Я очень важный момент, который, мне кажется, очень важно любому врачу в себе переломать, и что, еще раз говорю, в том, что я и наша команда, и наши заведующие, которых вы видели, и наши врачи делают, мы не расцениваем это как услужливость. Это очень важно. Вот вы спросили, что вы в себе ломали. Быть эмпатичным, сопереживать, это не есть услужливость. И мне кажется, вот надо провести разграничение между двумя этими понятиями. Я пойду дальше, но у нас не все пациенты. У нас так вот, в принципе, каждый четвертый больной в настоящем отделении реанимации, он умирает, да? Если тяжелая реанимация, хирургическая, неотложная, каждый четвертый больной умирает. И мы зачастую проводим родственников к умирающему больному не потому, что рассчитываем на то, что «О чудо, сейчас пришла мама и ребенка, мы спасем». Это более сложная история. Если в этой истории видите услужливость, а не эмпатию, то вам точно кани на учебу. Можно я еще два слова процветаю? Есть такая Кэмбридж, Калгари-Кэмбриджская модель коммуникации. И вот сейчас в Клевленде я изучала другую модель, РИАД, так называемую. Исследования сопоставимы. Чуть разные цифры привозят, но, в общем, похожие. Что если доктор отказывается от идеи задавания закрытых вопросов, у вас голова болит, ночью болит, а днем болит, а здесь болит, а здесь тоже болит, и пишет. Если он дает возможность пациенту свободно рассказать про свою головную боль... 12 минут, 12 минут, не успею. Это сокращает, сокращает время приема в 1,8 раза. А, то есть мы можем реально сейчас 8 минут дождать норматив. Я понял. Смотрите, нет, на самом деле это тоже очень большая evidence-based, доказательная база. И если вы как хирург наступите на себя и не будете задавать уточняющих вопросов... Перебивать. И перебивать. То есть не перебивать, да? Не перебивать, да, не перебивать. То пациент жалуется-то меньше минуты на самом деле. Это доказательное исследование, которое уже такие стали аксиомой. А у анестезиологов-то как же быть с этим? А что уж с анестезиологов? Какие там жалобы у них? Трахиотома закрыла, он может говорить. Не, ну у анестезиологов очень много жалоб, которые надо выслушать. Вот и до. Включая, знаете ли, вы на какую операцию вы идете? Достаточно ли подробно вам все рассказал хирург такой, двойной контроль? Да, да, дабл-чекинг. Дабл-чекинг, совершенно верно. И мне нравится, что в ноту такого серьезного нашего эфира вносит Светлана такой позитив, такой женский. Мужчина так бы не писал. А мне было бы страшно лежать за ширмочкой с какой-то своей проблемой в ожидании врача. Я бы все время думал, что обо мне забудут. Ширмочку можно открыть. Можно закрыть, это опция. Света, молодец. Я знаю даже, кто Света. Но между прочим, ведь когда Склиф делился своим опытом, с этого начали, на этом сделали акцент. Если ты хочешь, ты закрываешься. А если ты хочешь, ты лежишь открыто. То есть базово ты лежишь открыто. Ты можешь не лежать, ты можешь сидеть. А сосед мой не хочет, если лежать открыто. Он же мне закроет половину обзора. У него своя шторка. Смотри в другую сторону. Дай бог, чтобы мы не оказались в этой ситуации, когда нам необходимы шторки. Но опыт именно вот таких больших специалистов и коуча, тренера, мыслителя, философа, пациента ориентируясь очень важны. Как наиболее эффективно мотивировать средний медицинский персонал? Спасибо. Наталья задает, Алексей, вам вопрос. Это сложный вопрос. А вы тут прямо током, электровейником, что там? Ну, здесь должна быть определенная пропорция. Вот как раз с врачами это одна ситуация, со средним и младшим медицинским другая ситуация. Здесь должна быть определенная пропорция дисциплины и материального. Один, двое, девяти. Ну, здесь это уже с разным коллективом по-разному. Определенная пропорция дисциплины и определенная пропорция финансового, не финансового стимулирования. И опять же, модели, работающие, например, на персонале среднем, мы говорим о среднем, приемном отделении, они абсолютно не работают на персонале среднем операционного блока. И абсолютно не работают на модели реанимации. То есть, здесь в первую очередь, надо начинать даже не от этого, а нужно танцевать немножко от печки с другой стороны. Здесь в первую очередь важно подобрать правильную старшую сестру, которая, ну, не секрет, что медицинский персонал, это традиция во всем мире, и в России в частности, в основном это женский коллектив. И то, как старшая сестра умеет с этим медицинским персоналом взаимодействовать, и умеет решать все их какие-то сложности возникающие, зачастую жизненные очень сложности, оно предопределяет вообще работу. И зачастую это вообще не финансовый, абсолютно никакой стимул, не финансовый актив. Вот первое, еще раз повторюсь, с чего нужно начать, это с подбора правильной старшей сестры. Создание атмосферы. Для них это важнее, чем, например, для врачебного персонала, который может работать, понимая, что надо, или из каких-то других императивов, работать в каких-то более, ну, менее атмосферных условиях. А уже потом выстраивание моделей, как он заинтересовывает персонал в отделении, уже старшая сестра в первую очередь и заведующая отделением, это уже целая отдельная тема для разговора. Денис Александрович. По старшей сестре, это самое главное, что есть. Я поясню, почему. Я относительно рано стал заведующим отделением, в Боткинской больнице, 37 год, и моя мама заведовала отделением, так получилось, что у нас традиция, семья идет, врачи, заведовала уже более 20 лет отделением неврологии, тоже в Боткинской. И первый вопрос, когда она узнала, это неожиданно, я вышел из отпуска, и меня назначили заведующим, я ей звоню, она тут же первый вопрос какой-то задала, не как, что, а обстоятельств нет. Кто у тебя, старшая сестра, надежная ли? И это действительно, это человек, который тебя и может подставить, и возвысит, и спасет, и наберет на себя такое количество работы. Мало того, мы все знаем, что заведующие, особенно в хирургическом секторе, они в основном не любят бумаги, что-то еще, они там, да, оперируют, доделают, ну, действительно, вот. Сестра на себя берет все эти вопросы, и действительно, в том числе и ее задача, выстраивать нормальный коллектив в отделении, и это очень непростое дело. Поэтому здесь действительно старшая сестра, это вот, самый главный человек в отделении, да, я бы сказал именно самому. А вот что нам наука скажет по этому поводу? Наука скажет следующее. Все работают за деньги, нет людей, которые денег бы не хотели совсем. Жестко, так сразу. И никто не работает только за деньги. А, спасибо. Вот смягчение. Спасибо. Должно быть что-то еще. Вот это что-то еще, оно совершенно справедливо, в каждом случае свое, и надо понимать. И хорошо, если старшая сестра дает себе труд в этом разбираться, и знает, кто у нее, и что, и что за душой, и какая семейная история, почему именно эта медсестра оказалась в этом коллективе. И процесс формирования коллектива – это сложное дело. Денис Николаевич, как вы нашли свою главную медицинскую сестру? Я знаю тысячу лет, и помимо главной сестры, я всегда об этом говорю, что 80%, мы крутимся вокруг этих 80%, кстати, почему-то – это роль нашего среднего медицинского персонала. И мы можем быть с вами в одном от тысячу раз пациента ориентированными, две тысячи раз хорошо оперирующими и прекрасно проводящими анестезию, но если пациентка столкнется с ты и прочими вещами в отделении, где царят наши девчонки, то все это фиаско. – Все то, о чем мы говорим. – Смерть на взлете. – Смерть на взлете. – Смерть на взлете. – Смерть на взлете – это основной, с кем общаются пациенты. И кого он видит чаще, и кто приходит к нему чаще, и с кем он проводит больше всего времени и сталкивается, находясь в стационаре в каком-либо. – Поэтому совет сестер, встречи постоянные, встречи, общение с нашими, как мы их любя говорим, старшенькими – это тоже такой очень простой, с одной стороны, но очень надежный механизм постоянно их тоже заражать той болезнью, которой болеешь ты. – Например, в некоторых больницах принята практика, что врачи кушают отдельно, сестры кушают отдельно. – А когда же они еще и кушают, и успевают-то? – Ну, вот тогда, когда они кушают. – Врачи не кушают. – Они физически сидят в разных местах. – Сегрегация по половому признаку и подсветы кожи. – Это не обязательно по половому признаку, врачи могут и женщины. – Я в курсе чуть-чуть. – Ориентация. – Да, но это физически разные пространства. И вот когда это так, вот вы задавали ранее вопрос про диагностику. Вот когда я прихожу в столовую стационара и вижу, что это так, то это очень плохой диагностический признак. – Закрываем столовую. Все, закрываем столовую. Так и сделали, кстати. – Меняем культуру. – Вы знаете, очень радостно, что сегодняшний эфир, он начался с большой проблемой, которую мы поставили. Мы услышали совершенно разные стороны, которые солидарны в большинстве, в общем, во всем, на самом деле. Мы солидарны, мы делаем одно дело, мы увидели, что есть такие же люди в разных совершенно краях нашей страны и закончили наши любимые медсестры, которые на самом деле определяют для нас многое, и без них кухня, больница была бы другая. Наверное, вот последний вопрос на сегодняшний день, и мы завершим эту уникальную передачу для нашего эфира. Обращение с пациентом на «ты» недопустимо? – Хороший вопрос. Действительно, сколько на «ты» по имени? Мне нравится, когда обращаются по имени. Наверное, на «вы» когда-то со многими пациентами перехожу даже на «ты», и это нормально. Но это очень индивидуально, очень тонкая грань, и к этому надо подходить. Должны двигаться вместе и пациент, и врач. – Сразу с первого места. – Вот вы увидели пациента, и ты начинаешь. – Нет. – Есть, Николаевич? – Нет. – Нет. – Склифф? – Нет. – И самое важное мнение науки, которое очень… – Давайте сыграем. Вот вы пациент, я доктор. – Я всегда больной, так, да. – Бадман Николаевич, здравствуйте. Меня зовут Анна Владимировна, я ваш лечащий врач. Как вы предпочитаете, чтобы я к вам обращалась? – Спасибо. – Бадман Николаевич или Бадман? – Браво, браво. – АПЛОДИСМЕНТЫ – АПЛОДИСМЕНТЫ – Браво, браво. – АПЛОДИСМЕНТЫ – Коллеги, я буду ждать продолжения эфира. Я думаю, что вы нам зададите вопросы, которые нас наведут на новый эфир. Как мы его сделаем? Что мы хотим в этом показать? Или ты будешь соло, собственно, Анна Владимировна, в любом варианте выиграете вы все и наши пациенты. Благодаря за эфир моим ком-модераторам и нашей уникальной студии Первого медицинского канала, которая позволяет нам делать это все безвозмездно в свое большое и тяжелое время, экономическое в том числе. Журналы «Медиасфера» и руководство телеканала «Доктор», с которым мы очень дружим, и они тоже такие же, как и мы, соратники, единодушные. – Сумасшедшие. – Сумасшедшие люди. Спасибо огромное, до новых встреч. Спасибо.